Это улица Каратаева. В последние годы, после того, как здесь проложили асфальт, небольшая улица преобразилась. Однако, стоило пройти дождю, так тут же жителям и школьникам 16-й школы приходилось и ребятам 16-й школы приходилось испытывать неудобства. Улицу практически полностью затапливает талой водой. Так утверждает Ирина Еремеева. Женщина 20 лет живет на Каратаево и считает, что ливневую канализацию, строительством которой сейчас занялись рабочие теориям, путь не справится с отводом воды во время сильных дождей. Лужи будут. Потому что, почему я так говорю, потому что вот возле нашего дома, где фонтан, там сделали ливневку. И после первого дождя, двухчасового, ливневки были полные и лужи такие же были. Мое мнение такое. То есть неправильно делают по вашему? Я считаю, что неправильно делают. Потому что какие здесь огромные лужи, вот эта ливневка не спасет. Потому что мы, когда после дождя, мы по этой дороге вообще даже не ездим. А сейчас, если будут большие лужи, я считаю, что здесь просто машины, как, ну не проедут. Вот две машины не проедут. Речь, со слов Ирины, идет вот про эту ливневую канализацию. Ее проложили прошлой весной напротив фонтана. Однако, по словам местных жителей, со своими обязанностями ливневка не справляется. С тем, что у этой бетонной конструкции нет грамотного инженерного решения, считает и актюбинец Сергей Соседов. Как поставили 150 лет назад, так они и стоят. А там вот в начале улицы видели? Ну и что? Ее же никто не делает. Почему? Рабочие сейчас работают, делают. Вот это рабочие? Нет, не здесь, там, в начале улицы. Ну, а когда их сделают? За ними нужно смотреть же, их постоянно чистить нужно, обслуживать. А их просто сделают для отчета, и все. Чтобы ливневка нормально функционировала, нужно сделать соответствующие канализационные линии, а тут ничего же нет. Вода набирается, уходит через ливневки, и все. Более того, со слов жителей улицы Каратаева, при строительных работах заметно пострадали и многолетние клёны. Деревья, конечно, не снесли, но при прокладке ливневой канализации заметно повреждены корни. Также для движения автотранспорта заметно осузилась и сама дорога, которая, к слову, двусторонняя и с движением общественного транспорта. Помимо ливневок, рабочие сейчас занимаются и укладкой новых бордюров. Для пешеходов проложат брусчатку. Деревья погибнут, это 100%, потому что там полностью корневая система нарушена. Это сколько примерно деревьев? Тогда уже, если они всё равно погибнут, значит, мы вот обсуждали, уже тогда чуть дальше делали ливневку, что ли, чтобы дорогу не заозить. Не знаю. По информации пресс-службы Гора Кемата, по городу определены 43 места, где во время весенне-осеннего периода сильно собирается талая вода. Поэтому было принято решение построить в этих местах ливневки. На это из бюджета выделено 100 миллионов тенге. Воды отвода и появятся в жилгородке на Кратаево, Ливенцово, на улице Сиитова, на проспекте Молдогуловой и нескольких улицах села Акжар. Лиза Цакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт».